Приветствую вас на моем канале разборов анонсов телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетман и моего творчества. Сейчас я вам расскажу, что нас ждет во втором выпуске пост-шоу Холостячка, как выйти замуж. А вы мне напишите в комментариях, за какого холостяка вы болели, кто вам нравился больше всего и кто больше всего подходил к Ксении Мышиной. А во втором выпуске пост-шоу Холостячка, как выйти замуж, будет тема насилия в семье. Где грань между мужской силой и абьюзом? Абьюз в переводе – насилие. У нас среди экспертов Андрей Жильветра, психолог, Светлана Арифния, кандидат психологических наук, и она себя еще позиционирует как физиогномист. Это тот, кто смотрит по лицу, по мимике, определяет, правда или нет. Шоумен Геннадий Ветров и Елена Войчина. Также, как всегда, у нас в гостях парни с Холостячком. Самым главным гостем этого выпуска был Артем, самый агрессивный участник проекта. Светлана очень весело поставила Артема на место, сыграв его гопотскую манеру. Я не поняла, что такое. Мне это очень понравилось. И скажу свое мнение, что девушки очень часто боятся таких мужчин. Мы нежное создание. И иногда этот альфа-самец может очень сильно отпугивать. Но во всем нужен баланс. Мужик слабак, тюфяк, тоже с ним очень некомфортно. Каждая девушка выбирает по своему сердцу. И точно так же, как отличить насильника и настоящего мужчину. У каждого своя грань. И идеальных отношений тоже не существует. Нет у идеального мужчины. Поэтому женщина выбирает оптимально, что она может терпеть, а что ей чересчур. У каждого свои границы. А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравился больше всего. И отдельное спасибо в этом выпуске пост-шоу «Это стилисту» за то, что подобрал Светлане украшение с моего любимого фильма, с «Титаника». У меня такое тоже есть. Еще у меня есть мечта стать режиссером. Но мне не хватает на курсы режиссерские. Помогите мне, пожалуйста, сбросьте на карточку кто сколько может. Хотя бы если по 10 гривен вы сбросите, это поможет мне совершить мою мечту стать режиссером. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч.